здравствуйте гости и подписчики моего канала ну что он продолжает урожайных и очень урожайных сортов там сезоне 22 свой обзор я начинаю теперь это продолжение вторая часть обзор большой теплицы начну свой обзор с томата под названием не агара уже с этого томата было снято несколько штук посмотрите какая одна кисть уже отсюда снято были смотрите какая громадная я ее боюсь шевелить если честно эту кисточку я попробую вам вид сверху сделать посмотреть какая огроменная кисть потом вот кисть висит вот она кисть висит под кисть висит дальше завязывается и выше и выше и выше ну конечно выше кисточки не такие мощные ну а еще вот они посерединке две кисти томат чисто до засолки ну и по вкусовым качествам он не пустой, не сухой довольно таки приятный на вкус ну я так как человек любящий больше такие томаты которому большому куска душа радуется, то этот томат я посадила до засолки сорт томата не агара, который покорил мою душу своими этими красивыми большими кистями следующий сорт томата называется польская слива тетя сварла плоды довольно таки крупные но не гигантского размера вот уже один плодик соспел уже можно будет его собрать на семена одна кисть, вот вторая кисть третья, четвертая здесь посередине потенциал конечно у него большой и очень-очень надеюсь вдруг он эти кисточки все-таки завяжет хоть по одному помидорку и выше, посмотрите вон там еще завязал помидорки то есть довольно таки урожайность у него неплохая если бы эти две кистики он завязал пропущие, хотя что шансы я уже ничего не удивляюсь после той теплицы что вдруг может быть что-то он здесь еще и завяжет вот урожайность я считаю на этот сезон довольно таки неплохая кольская слива тети сварла следующий сорт томата который мне очень понравился и по вкусовым качествам и также он завязал правда не сверх много плодов верхние кисти опять вот опять просто пустые цветы но опять же говорю я с огромной надеждой что все-таки они захотят дальше продолжить свой род но посмотрите какие тут две кисти у него просто одна вообще огроменная вот эта кисть она раз два три четыре пять шесть семь помидоров на ней и на другой раз два три четыре пять помидорков внизу кисть уже остатки роскоши уже отсюда я снимала помидоры и отсюда я снимала помидоры с этой большой кисти вот она еще кисть вот кисть вверху еще кисть но выше их к сожалению только вот цветочки которые очень может быть дадут какие-то плоды я очень просто хочу в это верить сердце линея который порадовал меня своей урожайностью и потенциал у этого томата очень-очень большой в том году я просто знаю его возможности этого томата это бизон оранжевый во-первых это очень вкусный томат это мой любимчик томат смотрите я его уже он попадал у меня в серию крупноплотных томатов посмотрите какие у него кисти но потенциал у этого томата просто огромный но увы все эти кисти все выше к сожалению пусто если бы не это ужасное лето 22-го года а так я сорт этот очень-очень люблю бизон оранжевый который мне покоряет своей урожайностью это яша югославский я сажаю его уже не первый раз мне этот сорт очень нравится уже снимались с него томатики посмотрите вот с нижней кисти я снимала посмотрите какой красавчик и довольно-таки крупный у него томат и сзади там еще висит и вот она кисть но выше опять же у него большой-большой потенциал но к сожалению только остается одна надежда что может быть он все-таки раскачается и выплюнет мне последние какие-то помидорки но сорт мне этот очень нравится и по вкусовым качествам и все-таки по урожайности будем надеяться что следующий год будет помидорным годом вот такой красавчик яша югославский следующий сорт это сорт любимчик мой бычье сердце испании вот одна кисть вторая кисть третья кисть четвертая кисть там пятая шестая вон седьмая завязалась и наверху там есть кое-какие пимпочки начал уже вот почему-то начал с самого верха краснеть он помидорка висит видите какая довольно-таки очень большая помидорка почему-то начал красить именно сверху я еще пока и в этом сезоне с него потоматов не снимала но сорт мне этот понравился по прошлому году он урожайный очень и довольно-таки вкусные мясистые плоды бычьи который мне тоже очень нравится но идет у него расщепление пока еще пытаюсь закрепить признаки поэтому что будет в следующем году не знаю но каждый год все его расщепления довольно-таки урожайные я его сажаю уже третий сезон у этого это сорт мама мия под номером 12 есть еще 12-1 очень крупные плоды посмотрите какой там плод висит вот они крупные плоды здесь посмотрите просто огромные плоды висят выше вот он плод гигант просто гигантский он тоже попал у меня в обзор гигантов томатов гигантов но к сожалению жара опять же сыгралась с ним злую шутку здесь у него уже надежды никакой не осталось здесь завязи он все посбросил полностью если где-то были цветочки на других томатах то именно у этого сорта они полностью цветы сброшены здесь надежды никакой что он еще что-то навяжет но он в принципе навязал довольно-таки приличное количество плодов и если их собрать наверное суммарно то выйдет довольно-таки неплохо сорт мама мия это наш семейный сорт это крупные розовые помидоры и в принципе этот сорт довольно-таки поздний он еще сами видите плоды состоянии налива вот тоже сорт у нас очень-очень давно и вяжет этот сорт довольно-таки неплохо вот кисточки вот внизу вот первая кисть потом еще вот еще кисть вот она кисть вот она кисть и на самой макушке тоже кисти у него завязаны то есть урожайность у него довольно-таки приличная не могу сказать что отличная но для этого сезона я думаю что урожайность довольно-таки неплохая наш крупный розовый семейный один мой любимчик уже с него плоды мы снимали это минусинская серия сорт под названием царь колокол сейчас я еще зайду к вам с другой стороны его покажу вот тут еще сзади у него висят помидорки я очень люблю этот сорт мне он очень нравится плоды очень крупные он попал у меня опять же тоже в обзор гигантских томатов но к сожалению выше у него зависть все сброшены жара взберила свое дело несмотря на то что здесь рядом форточка все равно повлияло на него то есть плодов он навязал много но из много сброшенных кистей мне больше всего этот плод плоды нравятся еще по вкусовым качествам хочу вам показать еще одного Яшу Югославского здесь уже было много собрано с него помидорок на нижней кисти вот уже собирала тут помидорки вот так что здесь он чуть-чуть помелче этот Яша но также вот он даже можно видеть остатки его роскоши краснеющих очень люблю я этот сорт Яша Югославская еще один сорт который мне очень-очень понравился сажала я его первый раз огромные плоды он попал в серию обзора гигантских плодов огромных плодов обзор по нему я тоже делала очень крупные плоды и довольно-таки этих плодов много вот еще у него кисть посмотрите очень красивые помидорки очень красивые мне он очень понравился я правда еще не снимала его но у него настолько аппетитные плоды я вам передать не могу они такие розовые и такая у него эта розоватость настолько они нежные такие как полупрозрачные какие-то эти томаты мне если честно текут слюнки чтобы его попробовать этот томат но к сожалению еще он вот не достиг той зрелости когда можно его попробовать ему надо еще повисеть чуть-чуть обязательно сделаю обзор этого томата мне он очень по крайней мере внешне понравился но я думаю что он и по вкусовым качествам своим тоже мне понравится сырженская ранняя розовая к сожалению еще на нем только зеленые плоды сорт как я понимаю довольно-таки поздний но плохо видно показать вам эти все плоды там еще сзади вот у него висят но плодов довольно-таки много кисти довольно-таки тяжелые плоды очень крупные сорт под названием коралловый там еще внизу посмотрите какие крупнишки висят будем надеяться что он будет очень вкусный так что то это сорт тоже меня порадовал своей урожайностью но посмотрим какой будет он в зрелом виде еще один сорт который я сажаю первый раз это сорт под названием великие озера очень-то уже крупные на нем плоды посмотрите сколько он завязал этих плодов и на макушке тоже там у него пипочки есть вон посмотрите взять и вот и вот вот они просто крупные огромные плоды очень меня радует этот сорт так что думаю что я даже буду его повторять сорт великие озера доставить вашему вниманию следующий томатик который под названием мама мия 12-1 посмотрите что этот томатик творит гляньте все увешаны все кисти завязаны вы посмотрите сколько сколько на нем плодов весь усыпан просто усыпан посмотрите что творится и выше и выше он вяжет вяжет это просто какой-то вязальщик трудяшка просто трудяшка вот как скажите не оставить от него семена не посмотреть что он выдаст на следующий раз обязательно я его посажу как и его собрата по 12 номерам посмотрите сорт мама мия у меня еще остались семена прошлого прошлого года вот к сожалению ни фоток ни видео у меня того года нет ну если у кого желающие будут приобрести семена того года то просто можете отметить что прошлогодние в копочках тогда я положу вам прошлогодние семена посмотрите какое получится расщепление будет для вас томат загадка вот такой красавчик не сказать что совсем мелкий я не хочу сказать но довольно таки приличные томаты но кисти какие кисти посмотрю каков еще на вкус еще один урожайный сорт к сожалению на нем я уже почти все сняла остались только маленькие кусочки предыдущих видео обзоров можно найти это сорт под названием алсу довольно таки крупные томаты на нем были красные очень тоже урожайный сорт мне он очень понравился вкусный сорт уже часть семян я с него собрала лежат у меня сохнут осталось вот только ранний сорт получается потому что созрел и очень быстро отдает он весь свой урожай то есть недолго играющий сорт но плоды очень-очень вкусные мне он очень понравился старый сорт ну хочу сказать как эти старые кони борозды не испортят как и старые сорта томатов иногда бывают лучше новых следующий сорт томата это сорт под названием кум вот она первая кисть у него зреет вторая кисть посмотрите какие крупные плоды у него выше он тоже он завязался посмотрите и там у него помидорки висят тоже порадовал меня своей урожайности этот томатик а главное что он еще вкусный вот такие красавчики тоже буду снимать на семена вот эти томатики сорт кум это сорт мой любимчик он очень поздний сорт то есть для северных регионов я его не советую потому что этот сорт созревает тогда когда уже все томаты созрели обычно теплица пустая висит только этот томат уже листья у него все пожухнут а он висит краснеется томат называется розовое сердце когда-то я этот томат купила пачку в магазине у него такие же плоды как на картинке были розового цвета сорт довольно-таки вкусный ну не скажу что он в меру мясистый и посмотрите сколько на нем томатов на нем всегда много томатов сажаю уже какой год этот сорт мне он очень нравится нравится тем что он дает уже плоды тогда когда других томатов уже просто нету посмотрите какой красавчик просто красавчик обожаю этот сорт и вот он завязан помидорочек выше к сожалению он сбросил цветы ждавить здесь я уже ждать не буду потому что здесь уже надежды никакой нету но завязал этот сорт довольно-таки неплохо даже по номеру можно судить что это семена у меня одни из первых под 17 номером он у меня люблю я этот сорт очень люблю постоянно его сажаю к сожалению в этом году я посадила всего один кустик обычно я его сажаю куста 3-4 розовое сердце еще один сорт рудяшка с которого уже довольно-таки приличное количество я сняла томатов это сорт японка но к сожалению верх у него весь посброшен шансов никаких у него нету очень жарко было у нас этим летом в этой теплице а с этой стороны у нас прямо целый день сюда светит солнце и просто томаты сгорели вот такая красавица японка очень красивые плоды розового насыщенного цвета мне он очень нравится он очень вкусный этот сорт а это ругантина F3 да вы не ошиблись это ругантина F3 то есть гибрид уже третьего поколения он не расщепился он дал довольно-таки крупные томаты и сравнительно неплохой урожай я хочу сказать с него получился его собрат ругантина F2 у меня F2 посажено два кустика вот он один кустик F2 тоже завязался довольно-таки неплохо но в том году он завязался гораздо лучше вот он это F2 вот еще томатик сейчас я вам покажу еще один кустик с F2 сейчас подождите до него дойду вот он посмотрите то есть гибрид этот можно сажать смело брать семена и сажать он не меняется не расщепляется по вкусовым качествам довольно-таки сорт неплохой мне он нравится иначе бы я его просто не сажала еще еще один сорт крупноплодными томатами это сорт кардио тоже посмотрите сколько он навязал но к сожалению макушка у него пустая но даже вот этого количества я хочу сказать довольно-таки неплохо очень тяжелые кисти очень тяжелый сорт довольно-таки вкусный мясистый сажаю я его уже второй сезон по-моему если не ошибаюсь но повторяю его точно если даже как бы не третий сезон я его сажаю очень мне этот сорт нравится сорт кардио еще один урожайный красавчик это минусинский от балуева вот она кисть вот кисть вот кисть сзади у него там еще висят помидорки вот она кисть здесь у него есть надежда что он еще завяжет вот кисть посмотрите какая у него висит сажаю этот сорт впервые ну не скажу что он меня очень порадовал но я считаю что довольно-таки неплохо он завязался минусинский от балуева буду этот сорт повторять однозначно потому что эти томатики довольно-таки а это сорт томата здесь я уже одну помидорку с него снимала вот с этой кисти это минусинский яблочный сыпной вот она кисть вот кисть вот она кисть выше кисть и дальше у него общей кисти он позавязал вон у него пимпочки висят дамы самого верха у него завязались кисти так что если они созреют все это я думаю что они созреют еще месяц впереди сорт довольно-таки урожайный и завязал каждую каждую кисть пускай не вся кисть завязана но она завязана это все-таки играет большую роль нынешнем нашем сезоне то есть говорит о том что он все-таки не склонен сбрасывать цветы в жару терпимый томатик с катаклизмом природы минусинский яблочный еще один сорт который меня порадовал это сорт с довольно-таки гигантскими плодами посмотрите какие там еще под низом у него плод висит тоже огроменного веса наверное грамм 600 точно будут эти плоды весить посмотрите но выше к сожалению у него завязи все посброшены хотя шансы есть цветочки не совсем засохли но я думаю что мало шансов у него но я сажала этот сорт уже до этого он мне тоже нравился и по вкусовым своим качествам сорт очень вкусный мясистый сорт вечная любовь а завершаю я свой обзор своим любимчиком это желтая торбочка посмотрите нижняя кисть вот эта кисть с огроменными плодами просто огроменными плодами еще вот она кисть висит и выше кисточка висит и вот она кисточка висит и вот выше и вот она и под самым потолком он вяжет вяжет в общем тот сорт трудяшка обалденный мясистые вкусные сочные помидоры обалденные это мой один из любимчиков один у меня посажен на улице но там он к сожалению еще на стадии только наливания плодов что-то он там решил подзадержаться немножко в своем развитии но этот уже томатик один первый желтенький уже можно в принципе снять и скушать обалденный сорт сделаю обязательно на него разрез томат это посмотрите каков он в разрезе какой он по вкусу попробую вам описать его вкус потому что если честно я вкус не помню я помню что он был очень вкусный больше ничего сказать пока не могу но я этот сорт обожаю просто обожаю я когда ковырялась в поисках каких-то новых семян когда я увидела вот эту вот желтую грушу я сказала я хочу этот сорт я получила этот сорт вот я его выращиваю второй сезон и второй сезон я просто от него млею от его урожайности очень классный сорт на этом я заканчиваю свой обзор урожайных очень урожайных урожайных Спасибо.